Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я пришла в гости к своей соседке полюбоваться её лилиями и заодно вам их показать. Вот эта лилия трубчатая, называется она Африка Куин. Трубчатые гибриды произошли от видовой лилии регалий, известной в народе как Королевская лилия. Эти гибриды требуют к себе особого внимания. Их сажают только на солнечное место. При посадке почва должна быть щелочной и каждую весну и осень её также надо раскислять мелом или золой. Цветы обладают достаточно сильным ароматом и не подходят для людей, имеющих аллергию на запах. Размер цветков до 20 см, высота растения от метра до двух. Цветут они с середины и до конца июля. У этого сорта огромные трубчатые цветки с удивительным ароматом. Цвет абрикосово-оранжево-янтарный. Очень красивые лилии. Форма цветка напоминает граммофончик. Вот этот пока ещё не распустился до конца. Когда он разойдётся посильнее, он будет как старинный граммофон. Причём, когда они отцветают, они становятся, ну, несколько выгорают. Вот как эти. И у них кончики лепесточков-цветочков загибаются. Вот они здесь такого цвета слоновой кости, я бы сказала. А этот вот ярко-янтарного цвета. Лилии безусловно очень красивые. Но вот у меня с ними как-то не сложилось. Я покупала их давно. И у меня почему-то они все погибли. Я не знаю. Или потому что я их не укрывала на зиму. Или потому что у меня ближе грунтовые воды, чем вот на этом участке. Но вот эти лилии живут и здравствуют. Им здесь хорошо. Цветоносые у них прочные. Но вот они тут несколько наклонены в сторону. Потому что там яблони. И они шарахаются от тёмного места. А тут вот посмотрите, какой красивый лилийник. Точно в такой же гамме красивый. Янтарно-жёлтый. Очень хорошо они сочетаются. Это тоже трубчатая лилия. Называется она White Planet. Высота её немножко поменьше, чем предыдущие. Где-то, наверное, метр тридцать. Цветочки очень красивые. Белые с жёлтой серединочкой. Но у них трубка не такая длинная. Это скорее такие бокаловидной формы цветочки. Тычиночки такие жёлто-зелёные. И заканчиваются коричневыми пыльниками. Очень красивая, изящная и грациозная лилия. Эта лилия немножко ниже, чем African Queen. Где-то у неё высота метр тридцать, наверное. А выведено множество сортов с различной окраской. Чисто белый, кремовый, лимонно-жёлтый, ярко-жёлтый, розовый и сиреневый. Красота, конечно, этих лилий впечатляет. Они такие нежные, грациозные. Вот эти белые цветочки с жёлтой серединочкой и тычиночками такими нежными. Заканчиваются коричневыми пыльниками. Очень красивая лилия. Однако в культуре они несколько более привередливы, чем ОТ-гибриды и ЛА-гибриды. Они не переносят переувлажнение кислых почв. Лучше удаются они на нейтральных грунтах. Нуждаются в обязательном осеннем укрытии от дождей. Для этого используют плёнку или шифер, или рубероид. Кислую почву, как я уже говорила, надо известковать. То есть их рядом с ОТ-гибридами желательно не сажать, потому что для них надо разные условия. Это лилия «Лайт Саунд». Она относится к ЛА-гибридам. ЛА-гибрид получен в результате скрещивания длинноцветковой и азиатской лилии. И наследуют они неприхотливость и зимостойкость азиатки и изысканность и красоту цветков лонгифлору. Посмотрите, какие у неё стебли толстенные. Как она красиво держит свои цветы гордо. Требования к условиям выращивания исходны с азиатскими у этих лилий. То есть сорта этой группы достаточно непритязательны и зимостойки. И они устойчивы к заболеваниям. Цветки крупнее, чем у азиатских лилий. Смотрят вверх. Лепестки у них просто долговечные и прекрасные. У них, в отличие от азиаток, нежный аромат, который они унаследовали от длинноцветковой лилии. Высота их может быть до метра. Иногда при хорошем уходе и побольше. Это тоже представитель лагибридов. Называется Свид Заника. У неё очень необычного окраса цветы. Белые с таким пурпурным крапом. А она похожа по цвету на лилию ланком. По цвету они почти одинаковые. Та тоже белая, с таким же крапом. Только у той форма, такая лонгифлору вытянутая. Очень необычная, симпатичная лилия. Высота её 120 см. Цветы достигают до 23 см. Цветоносы тоже крепкие. Вот ещё у неё сколько много бутончиков, будет цвести. Это тоже лагибрид. Называется Red Alert. У неё цветы вишнёво-красного цвета. Будто натертые какой-то мастикой. Цветы очень крупные. Они распускаются граммофонами, глядящими в сторону и вверх. Цвет очень красивый. Лилия прям изысканная. Тычиночки у неё с рыжими окончаниями. Вот сейчас я иду с этой стороны. И мы опять подошли к лилии Sweet Zanica. Посмотрите, какая она красавица. Когда стоит, прошёл дождик, и как она выглядит, как она хорошо держит все капельки. Такая очень необычная лилия. Очень необычная. А это White Sound. Лилия Чайковский. Очень нежный цвет. Красиво такой жемчужно-розовый. Тоже лагибрид. Но это ещё молоденькая она, невысокая лилия. Вот это опять белая White Sound. Как она хорошо сочетается с розочкой белого цвета. Вот, дорогие друзья, прогулялись мы по саду. Показала я вам лилии, которые растут у моей подруги. В следующий раз буду снимать то, что цветёт у меня. До свидания, дорогие друзья. Заходите на мой канал. Будем вместе любоваться лилиями, розами и другими цветами. Счастливо.